Сейчас покажу, что у меня распустилось и что выросло. Розовую, голубую. Малабелия, видите, снизу. Огромные, даже не молочные, а зеленцы. Посмотрите, красавица. Цветет, посмотрите, как. Это Big Purple. Называется Chantal Merie. Спускается моя Blue For You. Такой, более светлый. Какая красота. Свайв. Ой, эта роза еще и таким нежным ароматом. Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас такое приятное летнее утро. На улице очень тепло, солнышко светит. В этом выпуске я хочу прогуляться с вами по летнему саду и показать, какие растения у меня растут и цветут. Сейчас я стою на крыльце. И здесь у меня на крыльце выставлены кашпо с цветами. Все эти цветы я выращивала сама из семян. Вам все показывала, рассказывала. В общем, давайте сейчас покажу, что у меня распустилось и что выросло. Это лобелия. Посмотрите, вот такая синенькая. Дальше здесь пеларгония серии нано. Она действительно маленькая, компактная и вот зацветает. Здесь, видите, снизу еще бутончики. Дальше бакопа. Посмотрите, какое красивое воздушное облако. Я сажала розовую, голубую. Они у меня здесь перемешались. Смотрится очень классно. У меня бакоп растет в этом кашпо и еще там в другом. Дальше, посмотрите, распустилась первая эустома. Он уже здесь какой-то жук пытается ее поесть. Вот такая молочная. Такая даже не молочная, а зеленцой махровая. Ну, остальные бака не распустились. Дальше тоже лобелия. Эта лобелия, она ампельная. Семена были в гранулах. Я вам тоже показывала. Посмотрите, как обильно она цветет. Вот, дальше здесь катарантус и еще какой-то однолетник. Не помню название. Если кому интересно, напишу. Он цветет тоже такой шапкой. Я его в прошлом году выращивала. У меня вот остались семена. Досеяла в этом. Дальше с этой стороны у меня тоже кашпо. Здесь та же лобелия. Вот, посмотрите, тоже очень обильная. Здесь у меня пеларгуния. Это ампельная. Все никак она у меня не восстановится. Ну, а здесь тоже, видите, эустома. Кстати, у меня одну эустому просто съели слизней. Прям вот снизу подъели. Я здесь, видите, гранулы насыпала от них. Надеюсь, эти уже не пострадают. Здесь клумба с розами, с пионами. Кстати, пионы цветут. Вот они последние, такие у меня уже все отцвели. Но эти тоже вон опадают. Не помню название вот этого сорта. Но это сорт Сара Бернар. Посмотрите, какие огромные, какие пушистые шапки. Тут розочки немножко подзабились пионами. Но они когда цветут, я их обрежу и все будет нормально. Вот, кстати, роза новинка. Название не знаю, буду смотреть. Но что-то мне подсказывает, что это Татон. Дальше. Тут у меня тоже распускаются розочки. Красная, очень красивая Роберт Уинстон. Ну, а это Ларибундочка Боттичелли. Тоже такая нежненькая, розовая. Обе эти розы очень обильно цветут. Посмотрите, сколько нераскрывшихся бутонов. Дальше у меня здесь мой Розарий один. Я его хотела сделать красно-желтым. Но тут уже сейчас растет все подряд. Это роза Нина Вейбл. Дальше. Роза очень необычная. Посмотрите, какая красивая, какая яркая. Она полосатая. Называется Морис Утрила. У нее цветы. Они тоже меняют свою окраску. Они сначала поярче, потом выгорают, становятся побледнее. Но в целом очень-очень красивая роза. Дальше здесь тоже Кашпо. Катарантусы мои. Вот этот Катарантус тоже слизни подгрызли. И тоже, видите, я гранулу насыпала. Вот я не знаю почему, но у меня каждый год идет с ними борьба. И пока я эту борьбу проигрываю, мои растения страдают. Здесь розы. Это желтая роза Ландора. Дальше здесь маленькая розочка Эль Тора. Смотрите, какая красивая. Эта роза неизвестная. Она мне пересортом досталась. И растет уже, наверное, лет 5. Красивая, красивая роза. Такая, знаете, классическая. У нее приятный бежевый цвет. Цветет сразу по несколько бутонов. Единственное, что она не переносит дождь. Но удалять я ее не планирую. Потому что она всегда меня радует своим обильным цветением. Пойдемте теперь вернемся назад. Я вам хочу показать вот эту клумбу. Здесь начинают распускаться розы. Вот моя плетистая самая гигантская. Там, видите, цветочек начинает распускаться. Но я уже подожду, пока распустятся все. И тогда я вам покажу. Здесь у меня Митсамер еще не распустилась. Дукат. Вот, пожалуйста, желтенькая красавица. Я ее, помните, приделывала к дугам металлическим. И вот она у меня так и цветет. Таким вот каскадиком. Снизу, вверху. Здесь еще выше побег. Дальше Ренсамью Шраб. Очень красивая роза. Вот она сейчас распустится. Когда вся эта будет просто взрыв. У нее бутоны крупные. Они такие розовые. Тут внутри, видите, желтенький оттенок. Очень-очень красивый. Она, кстати, свой потенциал показала только на третий год после посадки. Ну, здесь тоже у меня дукат желтенький мой. Вот и вот. Так. Пойдемте дальше. Хочу показать вам кашпо свои с петуниями. Здесь тоже лобилия. Кто смотрел, я очень сильно обрезала свою петунию. Потому что рассада моя вытянулась. И я вообще за ней долго не ухаживала. Никак не прищипывала. В итоге она была вся в мае. Непонятно в каком состоянии. Я все обрезала. Теперь я за ней тщательно ухаживаю. Кормлю. Даже подрезаю иногда макушки. Подщипываю. И вот она стала такой густенькой. Цветет хорошо. Потом я покажу сорта. Покажу семена, какие сажала. Возможно, вы что-то возьмете себе на заметку. Вот это, кстати, петуния серии мини. Она у меня есть мини пекалина, мини бэлла. Но уже не помню, где что. Надо смотреть по пакетикам. Синенькая. Вот это точно помню от биотехники. Сильвер как-то там популярный сорт. Вот это тоже от биотехники. Красная. Смотрите, какая шапка. Надо ее, наверное, доставать. Потому что толком не видно. Вот. Посмотрите, вот это сочетание. Это просто супер мега. Мне так нравится сочетание синего с белым, с желтым, с оранжевым. И вот этот вот союзик. Остеоспермум мой низкорослый. И лобелия. Ну, просто супер мега. Дальше здесь тоже лобелия. Посмотрите, какая обильная. Листвы практически не видно. Калибрахоа моя несчастная. Сажала много разных сортов. Но почему-то у меня распустилась одна розовая. Вот такого темного оттенка. И более светлого. Здесь розарий. Розочки мои. Одних самых любимых. Квиннов с видом. Распускается. Вот она, видите, там под клематисом. Клематис ее забил. Но, думаю, ничего страшного. Она еще распустится. Вот роза. Очень хотела вам ее показать. Смотрите, какая красота. Это роза Эшли. Она просто невероятная. Бутоны. Невероятной красоты. Огромные. Они такие плотные. Сами лепестки плотные. Она держит дождь очень хорошо. Цветет. Посмотрите, как эта веточка немножко упала. В общем, супер. Мега сорт. Эта роза чайно-гибридная. Но, несмотря на то, что она чайно-гибридная, она очень хорошо растет. Очень хорошо цветет. И главное то, что вот эти большие бутоны держат дождь. Дальше. Смотрите. Остеоспермум. Помните, я сажала дорогущий остеоспермум серии Акилла. Вот как он выглядит. Низкорослые кустики. Компактные. Пушистые. Сиреневый. Здесь какой-то желтенький. Это тоже сиреневый. И вот тоже желтенький. Я очень им довольна. И буду его сажать теперь каждый год. Потому что, ну, для бордюра, посмотрите. Просто вот супер. Мне кажется, лучше растения не найти. Дальше. Это самосев мой. Они на глазки рассеялись по всему саду. И они у меня так растут. Какие-то я упалываю, какие-то оставляю. Ну, главное то, что они хорошо сочетаются. И с любыми растениями сочетаются. Ну, у меня они в основном растут в розариях. Вот розочка. Только начинает распускаться. Вавузелла. Редкая, необычная. Она очень долго держит свой цветок. Жара, не жара, без разницы. Дождя не боится. Ну, и кустик. Посмотрите. Вот он весь в бутончиках. Еще она не распустилась. Как распустится полностью, тоже покажу. Здесь у меня такая куча мала. Тут тоже что-то с самосевом. Вот, кстати, гвоздика травянка выращена из семян. Здесь растет газание. Еще пока не распустилась. Но, вон, видите, бутончики. Они там есть. Дальше. Эти розочки я сажала весной. Посмотрите, какие пушистые кустики. Скоро зацветут. Эти розы я сажала осенью. Они уже цветут. Вот эта пастела. Еще пока не поняла я эту розу. Дальше. Golden Elza или Gold Elza. Не знаю название точно. Напишите, как правильно. Может быть, у кого-то эта роза растет. Тоже очень красивая. Теперь пойдемте сюда. Турецкая гвоздика моя. Махровая. Выращена тоже из семян. И вот, кстати, посмотрите. Вот эта махровая, а вот это обычная семена были одни и те же. То есть из одного пакетика. Почему она выросла? Такое непонятно. Здесь тоже у меня идут мои самосевы. Они у тяны глазки. Тут розарий. Он пока в тени. Видите, береза растет. Она закрывает им солнце. Но это даже хорошо. Потому что, конечно, когда розы целый день на солнце, с самого утра до позднего вечера, они тогда быстрее зацветают. А так они у меня с утра немножко притянены. И потом эта клумба, она весь-весь день и весь вечер освещена солнышком. Ну, что тут показать? Вот он тоже, остеосперма. Смотрите, какой красивый оранжевенький. Дальше здесь розочка моя новинка прошлого года посадки. Называется, кстати, Камтес Дубари. Как-то так. Тоже, смотрите, сочетание само собой образовалось. Видите, синие анютины глазки, желтые розы. И здесь еще желтый лук декоративный. Здесь должна распуститься красная роза. Обычно они вместе цвели. Лук и роза. Но в этом году роза, конечно, попозже зацвели. Дальше здесь розочки. Ой, розу вот эту обожаю. Это Big Purple. Огромные цветы. Невероятно красивые. Просто супер. У кого не растет, обязательно посадите. Вот сейчас жара. Эта роза будет цвести во всей красе. Вот, кстати, бутон новый. Посмотрите, какая красота. Чайно-гибридная. Шикарная роза. Но, имейте в виду, дождь она не держит. Дальше здесь тоже розочка. Новинка. Вот она нежная такая, розовенькая. Название не помню, надо искать. Вот, начинает распускаться. Я ее сажала специально в пару к Big Purple. Ну, сочетание, сами видите, оно получилось красивым. Здесь у меня растут по краю однолетники. Львиный зев махровый. Стиоспермом. Львиный зев. Вот этот розовый. Очень вкусно пахнет. Муж говорит жвачкой. Здесь тоже остеоспермом. Дальше здесь еще не распустилась роза. Это Чип и Дейл. Вот мне кто-то писал, что Чип и Дейл держит бутон буквально один день. Ну, не знаю. Вот у нас сейчас жара. Плюс 30 практически каждый день. И вот этот бутон, он распустился, ну, дня три назад. И видите, я сейчас его трогаю, и он не осыпается. У меня как-то Чип и Дейл получше себя ведет. Вот он бутончик. И вот бутончик. Вот, кстати, роза. Называется Шанталь Мерье. Вот она, красавица. Посмотрите, какие необычные бутоны. И опять же, это только начало. Вот основная масса, которая скоро распустится. Ну, здесь тоже декоративный лук. Я его тоже так сажаю. Мне кажется, с розами он смотрится очень необычно. Дальше здесь пока ничего не распустилось. Там петуния моя нарастает. Надеюсь, скоро будет шапка и листвы не будет видно. Тут тоже пока ничего. А здесь розочки. Вот этот многолетник хочу вам показать. Он тоже у меня выращен из семян. Называется Абриета или Аубриеция. У меня раньше рос в другом месте. Но вот этот вот кустик как-то сам появился. Как-то семена перенеслись. Вообще она уже отцветает. Когда она цвела, то, знаете, была непроглядная такая прям шапка синяя. Она у меня тоже в двух местах так рассеялась. Очень красивый почвопокровный многолетник. Вот кто хочет, обязательно посеять ее элементарно вырастить из семян. И вот, кстати, все многолетники нужно сеять сейчас, летом, чтобы они у вас на следующий год уже зацвели. Дальше здесь идем. Тут пока показывать особенно нечего. Вот уголок, который я вам очень хотела показать. Распускается моя Blue for you. Супер ароматная роза. Одна из самых ароматных. Цветы душистые. Просто невероятно. Здесь у нее по соседству растет роза Angel Eyes. И посмотрите, как красиво она цветает. Она сначала цветет вот таким персиковым оттенком. У нее, видите, серединка такая с розовиной. А потом она приобретает более такой сиреневый цвет. И тут у меня неспроста подобраны розы. Вот видите, когда она вот такая, на начальном стадии цветения, она сочетается с розой Jazz. А когда уже она отцветает, она прекрасно сочетается с Blue for you. Вот видите, прям оттенок очень подходит. В общем, такая у меня тут композиция. Блю for you, Angel Eyes, Jazz. Тоже пока не распустился, но вот скоро-скоро будет просто взрыв. Берите такие сочетания на заметку. Ну, Blue for you, сами видите, цветет, ну, просто невероятными гроздьями. Дальше Rhapsody in Blue тоже. Роза с синей окраской цветка. Дальше тут полосатик мой распустился. Название, по-моему, Alfred Sisley. Вот у меня полосатых роз три. Это вот это Alfred Sisley, Morris Utrilla, и там еще есть плетистая Crazy for you. Дальше здесь у меня клематис мой несчастный растет. Беленький, потому что в году он не вылез. А в этом году, пожалуйста, посмотрите, прекрасно вырос. И вот бутон и скоро зацветет. Вот, роза называется William Morris. Но, надеюсь, я не перепутала название. Шикарная роза. Вот она один побег почему-то длинный такой выпустила. А вообще она такая не очень высокая, но достаточно широкая. У нее цветы, они похожи просто на зефирки. Такие розовые, нежные, воздушные. Тоже очень красивый сорт. Дальше у меня тут тоже, посмотрите, какая красота распускается. Здесь роза Golden Celebration. Вот она. Вот она, видите, бутоны какие красивые. Тоже желтенькие. Но вот только начинает свое цветение. И вот эта розочка акварель. Она тоже очень хорошо сочетается с Golden Celebration. Посмотрите, оттенок. Вот здесь серединка. Она такого же оттенка, как цветы у Golden Celebration. Она сначала такая кучерявенькая, потом распускается, уже начинает розоветь и становится чем-то похожа на розу Glory Day. Glory Day у меня, кстати, вот она растет и пока еще не затвела. Дальше пойдемте я вам покажу вот эту клумбу. Я, правда, уже ее показывала, но так цветет эта роза невероятно. Просто я не могу вам ее еще раз не показать. Вот она, моя красота. Это юбилей принца Монако. Посмотрите, сколько бутонов, какие крупные, какие красивые цветы. Вот он. Этот цветочек уже цветает. Это только распускается. Эта роза, она самая популярная. Она пользовалась огромным спросом вот этой весной. Ее просто разобрали за считанные дни. И я советую многим, кто хочет сделать такой розарий из одного сорта, посадить какую-нибудь одну розу, так вот, знаете, сажают в ряд по 5 штук, по 10. Вдоль, допустим, всей клумбы. Вот юбилей принца Монако я вам советую, потому что куст у нее широкий, объемный, цветов много. Цветет она на протяжении всего лета. Постоянно образовывает новые-новые цветочки. Ну и ширину куста вы сами видите. Вот это все. Это все один большой куст юбилея принца Монако. Дальше. Здесь у меня маленькая розочка. Вот она называется Pink Muzdak. Я вам тоже ее показывала, поэтому не буду сильно на ней внимание свое зацикливать. Дальше. Пойдемте перейдем сейчас по мостику. И посмотрим, как выглядит клумба с чайно-гибридными и плетистыми розами. Вот, посмотрите. Помните, я вам обещала показать свой новый розарий, который я пропалю. Вот так выглядят мои розочки, посаженные в этом году. И вот так вот выглядят розы, которые растут давно. Это у меня бременские музыканты. Тоже огромный необъятный куст с таким же огромным количеством бутонов. Вот так он выглядит. Куст высокий. Мне кажется, он скоро меня перерастет. А цветы очень красивые, нежные, нежно-розовые. Такой более светлый цвет снаружи, скажем так. И более темный оттенок внутри. Дальше здесь у меня лилии пересаженные. Тут растут тоже розочки. Вот маленький клематисик. Это розочка мускусный гибрид Мотерло. Смотрите, тоже в этом году посажено. Кстати, видите, я здесь прополола всю землю. Здесь были сорняки, мокрицы, в общем, всякое такое. И я подумала, а зачем мне оставлять почву пустой, чтобы опять сорняки выросли. И я решила досеять однолетники, алису. В общем, куча неприхотливых левкой. Сеяла также мотиолу. Вот оно уже, видите, начинает сходить. Пускай они попозже зацветут. Пускай они зацветут уже во второй половине лета. Ну и что? Зато у меня будут расти цветы, а не сорняки. И они, кстати, растут таким густым ковром. Поэтому здесь будет все очень красиво. И особенно будет все сочетаться с розами. Кстати, алису у меня рос самосевом. Вот, видите, я когда полола, тут несколько пустиков оставляла. Но тут у меня были всякие посадки-пересадки. Осенью я лилии пересаживала. Потом лесной розы. Там рябчики росли. Тут, кстати, у меня тюльпаны вдоль всей этой клумбы растут. Поэтому тут все, бедная алиса, мой 150 раз был поломан, выпалан. И уже тут, видите, остатки. Вот они какие остались. Дальше розочки. Ну, тут, пожалуйста, спрейка такая. Называется она Мадам Бомбастик. Еще не запомнила название. Вот там у меня, видите, табличка здесь стоит подписано. Там клематис растет на заднем плане. Тут лилии. Здесь тоже новые розы. Дальше здесь розочка Ангела. Ой, очень красивая роза. Она цветет очень обильно. Она у меня, правда, почему-то развалилась. Но, тем не менее, вот они. Посмотрите, грозди. Какие у нее большие. Все усыпаны цветами и бутонами. Надо ее немножко подвязать, чтобы она смотрелась покучнее. А так она, вон, вся-вся-вся в цветах и бутонах. Дальше. Вот эти розы хочу вам показать. Надо показать так, чтобы было видно, наверное, снизу вверх. Потому что они клонят свои головы. Бутоны плотные, махровые. И тяжело, тяжело веточком их держать. Вот эта плетистая роза Парад. Рядом с ней Пьер Дерансар. Посмотрите, какая красота. Это просто вот на этот угол можно смотреть бесконечно. Пьер Дерансар тоже одна из самых популярных роз. Но неудивительно. Знаете, можно просто вот так смотреть без лишних слов. Очень красивая, с легким ароматом. Одна из самых лучших и любимых наших роз. Дальше. Смотрим дальше. Тут пока все в бутонах. Ну, я вам потом еще ролик сниму и покажу, когда уже эти розы зацветут. Тут тоже вот Парад. Это все один большой куст. Посмотрите, какой большой. Я его весной горизонталила, привязывала. Он все равно выпустил тьму просто новых побегов. Ну, вот так вот это все выглядит. Такое, конечно, немножко растрепанное. Ну, а что делать? Зато все зацветет и будет красиво. Здесь розочки начинают распускаться. Артемис еще пока нет смысла показывать, потому что одни бутоны. Кока-лока. Еще раз вам покажу. Ну, смотрите, какая необычная, какая краска. Моя любимица роза аква. Вот сейчас она предстает во всей красе. Цветы просто огромные, плотные. Такие прям, знаете, вот она очень долго стоит срезки. Недели минимум. Листва шикарнейшая. Посмотрите, просто лопухи какие-то. Они такие жесткие. Зеленые листья. Очень мне нравятся. И в целом кустик, посмотрите, он такой компактный, узкий. Ну, а цветы, они, конечно, когда вот в полном таком распуске, они выглядят намного лучше, чем на начальном этапе цветения. Также повторюсь, что немаловажно, эта роза, она никогда не показывает серединку, какая бы жара не стояла. А дальше роза бермуда начинает распускаться. У нее тоже крупные бутоны, такие коралловые. Но еще пока не совсем распустились. Ну, и здесь пока ничего такого нету. Дувтра уж еще не распустился. Дальше там роза черри бренди тоже начинает распускаться. Ну, а эта ностальжия уже завершает, скажем так, свое цветение. Ну, вот хотя здесь есть еще бутончики, и там тоже что-то лезет. В общем, она еще подцветет. Здесь клумбочка такая, еще пока не распустилась тут ничего. Здесь лилии растут. Там колокольчики попадали, надо подвязать. Турецкая гвоздика. Здесь дальше у меня растет хризантема, ромашка, турецкая гвоздика. В общем, такое себе. Там дальше на заднем плане растут у меня цинии. Но они тоже пока не выросли, не зацвели. В общем, эту клумбу я вам буду показывать потом. Пойдемте дальше, посмотрим, что красивого у меня есть. Так, проходим, проходим, проходим к беседке. Вот сюда, к английским розам, к лиматисам. К лиматисам там еще не зацвели. Вот английские розы, Джеймс Галвей. Это Вильям Шекспир. Тоже он у меня развалился. Такая развалюшка, ну, весь в цветах. Дальше вот эта роза Абрахам Дерби. Вы знаете, она пахнет на весь сад. Вот это просто мимо идешь, и вот сейчас ветерок. И прям этот весь запах, он просто обволакивает мой нос. В общем, ароматнейшая роза. Кто любит ароматные розы, я вам настоятельно рекомендую. Blue for you и Абрахам Дерби. Абрахам Дерби. Какие у нее еще особенности? Цветы крупные, пушистые, нежные. Такая прям настоящая англичанка. Обильно цветет, хорошо. Но минус этой розы, и, кстати, многих английских, то, что она не держит дождь. Вот дождь пойдет, все, вот эти бутоны будут висеть тряпочками. Но это, знаете, ничего страшного. У нас сейчас жара, и осадков не ожидается в ближайшие две недели. Поэтому будем любоваться ее цветением. Дальше. Тут розочки еще не распустились. Хотя нет. Вот она распускается. Моя красота, роза называется Princess Alexandra of Kent. Тоже английская, тоже очень красивая. И тоже обладает легким ароматом. Не таким сильным, конечно, как Абрахам Дерби, но, тем не менее. Дальше. Здесь тоже розы. Вот распускается желтая английская роза. Называется она The Poets Wife. Кустик вот так выглядит. Не смотрите на то, что он пока рыхленький. Этому кусту всего лишь второй год. Я считаю, уже хорошо он выглядит. Потому что достаточно сильно вырос. Вот там, вверху, внизу он уже, наверное, ну почти метр, мне кажется. В диаметре. Ну, чуть меньше. Хорошо. Может быть, сантиметров 70. И для второго года после посадки это очень хорошо. Цветы еще не такие махловые, не такие плотные, как заявлены сортом. Но я думаю, вот на третий год она уже полностью покажет свой потенциал. Дальше у меня здесь Benjamin Britten, мой старый друг. Цветы. Ну, такие себе, честно. Такие себе. Ну, кому-то нравится. Вот мы с мужем, когда смотрим на эту розу, он говорит, чего ты красивая роза. Ну, каждого свое, я больше люблю такие нежные розы, розовые. Дальше. Здесь роза, вот она еще одна полосатая, crazy for you, плетистая. Но пока кустик тоже такой рыхленький, но с большим количеством бутонов. Дальше. Последнюю клумбу хочу вам показать. Ой, ролик почти на полчаса. Это капец. Ну, ладно, может, досмотрите. Здесь розочки мои цветут, цветут, цветут. Вот и вот новинка тоже прошлого года посадки. Очень красивая роза. Смотрите, какая невероятная красота. Одежно-розовая, серединка потемнее. Называется она White Leaf. Как-то так. Если я неправильно сказала название, поправьте. Но вообще шикарная. Просто невероятно. Я вот смотрю, обожаю вот именно вот такие розы. Розовые, похожи на пионы. Сейчас понюхаю, пахнет она или нет. Ой, эта роза еще и с таким нежным ароматом. Ну, все. Такие дела у нас сейчас. Видите, розы распускаются. Каждым днем все больше и больше. Сад преображается. Уже есть что показать. И еще будет что показать. Поэтому следите за новыми выпусками. Берите на заметку понравившиеся сорта роз. Ну, а я уже буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. И до встречи на моем канале. Всем пока.